Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Находимся в отношениях с мужчиной, но после интима один-два дня пишет намного реже, не особо общительный, потом снова начинает активизироваться, почему так происходит. Говорит, интим очень нравится со мной, когда задаю вопрос, хочет ли он, чтобы был просто интим со мной, но говорит, нет, так как у него есть чувства ко мне, но почему тогда он так себя ведёт, может, в психологии мужчины пока. Ну, смотрите, на что здесь можно обратить внимание? Первое, это то, что, да, действительно, чувства, может быть, и есть, чувства. Но вопрос заключается в том, наверное, какие это чувства, вот. Те ли это чувства, которые нужны вам? Те ли это чувства, которых вы хотите? Вот. Это первое. Второе. Чувства, они, ну, вообще-то, они вообще-то напрямую влияют, так скажем, точнее, чувства зависят от того, так было бы правильно сказать. Чувства зависят от того, на каких основаниях люди выстраивают отношения. То есть, если вы свои отношения выстраиваете на основаниях, допустим, ну, скажем, чисто гендерного взаимодействия, да, то есть, где взаимодействуют только мужчины и женщины, например, и все. Вот. То, ну, я не думаю, что можно в таком случае удивляться тому, что, да, у мужчины есть чувства, класс, класс, это правда. Ну, вот, но что это за чувства тут именно определяется характером вашего взаимодействия. То есть, тем, как вы взаимодействуете, ну, друг с другом. Такой момент, достаточно, ну, стрёмный, как мне кажется и видится. Такой момент, вот, дальше, какие чувства у вас, к мужчинам? Да, тоже очень важный аспект. Какие чувства у вас, к человеку? Ну, ведь, скажем так, если вы человека любите, то вопрос заключается в том, пожалуй, как вы говорите им об этом, если вы его любите. Если у вас, ну, условно, какие-то другие чувства, то, опять же, очень важно постараться увидеть, как вы ему об этом говорите, говорите ли вы вообще об этом ему. Потому что пока что вы, на мой взгляд, ну, выступаете, я бы сказал, больше здесь, ну, как, вот, знаете, пока пассивная страна. То есть, вы спрашиваете у человека, чего он хочет, но при этом не совсем как будто бы замечаете того, чего хотите вы. А это вообще-то очень важно, очень важно увидеть, чего вы хотите, как вы хотите и так далее. То есть, на это очень, 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 очень важно обратить ваше внимание. А здесь вы, как будто бы, как будто бы вы на себя не опираетесь, получается. И оттуда рождается ощущение какой-то неудовлетворенности, оттуда рождается какое-то ощущение неопределенности, оттуда рождается, наверное, чувство тревоги и так далее. Ошибкой, на мой взгляд, является еще и то, что вы пытаетесь понять психологию мужчины. Вот это тоже довольно такой интересный момент, вот. На мой взгляд, связанный со следующим. Если вас интересует психология мужчины, значит, вы не выстраиваете отношения с мужчиной как с личностью. Вот. Вот. А выстраиваете больше эти отношения как именно вот с мужчиной. То есть, вы поймите, как целой мужской психологии? Нет. Чисто мужская психология затрагивает очень большие сферы жизни. Вот. И эти сферы жизни, они, ну, не то чтобы очень значимо. Вот. Вот. В основном идет психология такая, личностная, да? То есть, вот конкретного человека, ну, психолога. Вот. И вот на это нужно обращать, не надо, ну, в первую очередь вам понимать. Вот. То есть, опять же, чего я хочу, что мне нужно и так далее. А вы пытаетесь, как я уже сказал, просто вот человека понять, да? А вы пытаетесь просто, почему он себя так выглядит и так далее. Вот. Да, все похоже, что его активное завязано на интиме. Но вы можете это изменить. Если будете делиться всем своим чувством и своим опытом, вот, своими переживаниями, вы можете в таком случае смотреть на то, что, разделяет ли человек, ну, ваше увлечение, что ли, да? Ваше стремление и так далее. Вот. Вы можете на это смотреть, вы можете, ну, попытаться это увидеть, в общем и целом. И тогда вы сможете понять, куда движутся ваши отношения и устраивать ли вас, вот, то, в каком направлении они идут. Я бы, так бы мог вам ответить, но нет. Мне еще несколько неясным представляется ваша фраза о том, хочешь ли ты, чтобы это был просто интим со мной? А, простите, вы, 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 ну, вы сами, ну, вы сами, чего хотите? Вот, опять же, этот самый вопрос. Вы сами, чего хотите? Чтобы это было вот, просто интим. Почему вы спрашиваете об этом и мужчины? Ну а вот, как-то так. А, последнее, что я бы, наверное, сказал, Скажу, относительно вот вашей ситуации, вот последнее, что я бы сказал, это то, что действительно у людей, у всех людей может быть своё отношение к сексу. И, ну, грубо говоря, вот то, как мужчина, допустим, реагирует, да, как он воспринимает, к примеру, интимную жизнь с вами. Вот. Нужно выяснить. Вот. Нужно этот момент прояснить, на мой взгляд. Вот. Потому что вполне возможно есть такой феномен, когда человек, вот, после интима, да, он испытывает, значит, потребность, да, как-то от страницы отдалится. Вот. Это может быть. И вот как-то, как-то с вами, да, напрямую, это может, ну, не быть связано. Вот. Понимаете? Какая здесь есть, какой здесь есть момент. Вот. Ну, просто, опять же, нужно уточниться у человека. Буквально. Вот. Если вы будете спрашивать, ну, вот, именно вот о том, только хочешь ли ты чего-то, вот, то вполне возможно, что далеко вы не уедете. Вот. Ну, ну, вообще, в отношениях. Вот. Ну, это, в любом случае, мое мнение. Ну, вот, надеюсь, что вам оно как-то будет полезно в данном случае. Обратная связь по моему ответу позволит вам сформулировать направление для психотерапии, если вы заинтересованы в том, чтобы ее провести. Вот. Значит, я вам желаю всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Вам она пригодится. Спасибо. Спасибо.